В поединке между интернетом и телевидением не оказалось победителя. Более половины россиян реализуют гибридную модель медиапотребления. Основными телезрителями остаются представители старшего поколения, а интернет-пользователями – молодежь. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Более половины опрошенных – активные пользователи и телевидения, и интернета. К обоим источникам информации они обращаются не реже нескольких раз в неделю. Медиа-отшельников среди россиян – меньшинство. Лишь 2%. Таким образом, нельзя сделать вывод о вытеснении телевидения интернетом. Четыре года структура медиапотребления в России устойчива. Сформировалось стабильное ядро телезрителей, интернет-пользователей, а также выбирающих гибридную модель медиапотребления. Здравствуйте, это программа КФУ «Итоги недели». Сегодня тему медиа мы еще затронем, но главное – сразу после анонсов. Раздвигая границы. Как прошло открытие филиала КФУ в Республике Узбекистан? Октябрь прогнозируется близким к климатической норме. Октябрь уж наступил. И что нового он нам готовит? На данном видео мы видим, как робот-машинка едет и с помощью всего лишь одной камеры распознают дорожные знаки. Дорожный помощник в смартфоне. Какое приложение поможет водителям освоить безопасное движение? Если мы каким-то образом сможем нарушить связывание этих белков, то таким образом мы сможем подавить размножение этих клеток. Точно в мишень. Чем поможет открытие российских ученых отечественным аграриям? Первый зарубежный филиал открыл на этой неделе Казанский федеральный университет. Он появился в Узбекистане в городе Джизаке. В торжественном открытии приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов и ректор КФУ Ленар Сафин. Решение о создании филиала Казанского федерального университета в Джизаке было принято год назад по согласованию с Министерством науки и высшего образования России. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Открытие филиала именно в Узбекистане стало символичным. Рустам Миниханов отметил, что страны связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества. А благодаря филиалу КФУ у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны. Здесь будут готовить инженеров, программистов, медиков, лингвистов и журналистов. И это неполный перечень всех направлений, по которым планируют обучать студентов. Что в ответ может открыться в Казани и кто будет преподавать в первом зарубежном филиале КФУ в нашем репортаже. Вот так с пожеланиями мира и здравия открылся первый зарубежный филиал Казанского федерального университета. Первопроходцем стал город Джизак. Это центр Джизакской области, расположенный к северо-востоку от Самарканда. Проект поддержало руководство Узбекистана. Открытие филиала одного из флагманов российской системы высшего образования именно в этом государстве стало не случайным и весьма символичным. Татарстан и Узбекистан связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества, которые последние годы стабильно укрепляются. Наши народы объединяет близкий язык, культура, традиции, единая религия. Поэтому большое значение мы придаем расширению взаимодействия в гуманитарной сфере, в области культуры, науки, образования, спорта, туризма. Проект поддержало руководство Узбекистана. Выбор специальностей, которым будут обучать здесь студентов, обусловлен потребностями республики. Цель создания филиала – подготовка кадров, обладающих глубокими, фундаментальными и научно-практическими знаниями. Ведь все современные образовательные программы Казанского федерального университета отвечают международным стандартам. Республика Узбекистан переживает этап интенсивного социально-экономического развития. Отнимись лидеров этого процесса является Жизакская область, в которой открываются новые производства, создаются новые рабочие места. Они требуют высококвалифицированных специалистов. Сейчас в Татарстане обучаются свыше трех тысяч студентов из Узбекистана. Между вузами республики реализуются совместные образовательные программы. Теперь, благодаря филиалу КУФУ, у молодежи Узбекистана и других государств в Средней Азии, появится возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны или по соседству. Мы очень благодарны президенту республики Узбекистан Шавхот Мирзиеву за оказанную поддержку в открытии филиала. Ну и, конечно же, уважаемых Акимов Рыгашу Алибековичу Савхот Мирзиеву за всесторонную помощь и непосредственное участие в реализации этого важного для наших стран проекта. Давайте поаплодируем, поблагодарим тех людей, которые очень постарались, чтобы этот проект был реализован. Филиал разместился в здании бывшего высшего военного авиационного училища. Ремонт и оснащение были за счет узбекской стороны. И уже с 31 октября здесь начинают обучаться более 300 ребят. Филиал будет готовить кадры в сфере машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики и журналистики. Особая роль отводится и медицине. Появятся специализации по биохимии, лечебному делу, формации, стоматологии. Важна будет и работа по реализации проектов фундаментальных, научно-практических и инновационных исследований. Сейчас Узбекистан переживает новое рождение в сферах экономики, культуры и высшего образования. В преддверии Третьего Ренессанса в нашей стране создаются все условия для развития науки и образования. В частности, развитие сферы высшего образования является одним из приоритетных направлений политики нашего многоуважаемого президента Шавката Миромоновича Мирзияева. Сейчас в Казанском федеральном университете обучаются 10 тысяч иностранных граждан, каждый четвертый из которых студент из Узбекистана. Открытие филиала КФУ в Джизаке создает широкие возможности для еще большей интеграции научно-образовательных процессов и разработок татарстанских специалистов. Еще в прошлом году Казанский университет совместно с Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана начал подготовку специалистов на основе трех совместных образовательных программ. Эти же студенты, а это 59 человек, продолжат учебу уже в новом филиале. Кстати, треть абитуриентов принята на основе государственного гранта. После окончания обучения выпускников распределят в государственные организации с условием обязательной отработки не менее трех лет. Дорогие друзья, Кадрил Дуслар, уверен, филиал Казанского федерального университета в городе Джизаке успешно выполнить поставленные перед ним задачи. Послужит на благо образования, науки и экономики Республики Узбекистан. Будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия между Республикой Татарстан и Узбекистан на благо укрепления отношений между Россией и Узбекистаном. Узбекистан – давний партнер в сфере научно-образовательного процесса. Уже позже, в ходе встречи ректора КФУ Ленара Сафина с руководством Национального университета Узбекистана, были определены новые направления сотрудничества между двумя университетами. Так, в Национальном университете выразили заинтересованность в открытии на своей площадке научно-образовательного центра Институт Каюма Насыри. Этот проект КФУ и правительство Татарстана направлен на поддержку и популяризацию татарского языка и культуры в России и в странах ближнего и дальнего зарубежья. КФУ, в свою очередь, планируют до конца года создать на базе Института филологии Центр узбекского языка. Салават Мухамадуллин, Лилия Каюмова. КФУ. Итоги недели. В багрец и в золото одетые леса сейчас на территории Татарстана. Начало октября оказалось довольно-таки теплым. Среднесуточная температура в регионе чуть выше нормы. При этом характер погоды в Казани достаточно неустойчивый. Так, молодое бабье лето в сентябре практически не состоялось. Можно ли надеяться на старое бабье лето? И какой предстоит зима? Об этом мы поговорим с доцентом кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимуром Алхадеевым. Здравствуйте, Тимур Инатович. Здравствуйте. Настоящая осень на этой неделе в Казани. Дождь, прохладно, хотя вроде бы начало октября получилось довольно-таки теплым. Почему такие перепады происходят? Действительно, начало октября оказалось аномально теплым, и аномалия составила около полутора градусов. В то же время, буквально сейчас, мы приближаемся к климатической норме. Конец этой недели прогнозируется чуть ниже климатической нормы. И напомню, что по долгосрочному прогнозу октябрь прогнозируется близким к климатической норме. И, конечно же, виной всему циркуляция. Именно циркуляционные механизмы приносят к нам циклоны, фронты. Если сейчас, например, у нас достаточно дождливая погода, то ею мы обязаны системе фронтов, связанной с циклоном, который сейчас определяет погоду нашего региона. Однако этот циклон не стационирует, он перемещается, и к нему на смену уже в конце текущей недели придет барический гребень, и вероятность осадков уменьшится. А остается ли еще надежда на настоящее бабье лето? Ну, для лета уже точно поздно, так как не отменить астрономический фактор, который определяет приход солнечной радиации к земной поверхности. Но золотую осень вполне можно в этот период ожидать. В то же время, такую золотую осень мы уже пережили буквально неделю назад, и в настоящее время с приходом антициклона на нашей территории установятся ветра северной четверти, и к нам будут поступать относительно прохладные воздушные массы. Ну и уже в недалеком будущем, да, зима на дворе практически через буквально полтора-два месяца. Какой мы ее ожидаем? Понятно, что это долгосрочные прогнозы, но все-таки... Да, действительно, такие прогнозы существуют, и они уже опубликованы, обнародованы. И так, по долгосрочному прогнозу на отопительный период, у нас все месяцы зимы прогнозируются близкими к климатической норме, за исключением декабря. Декабрь прогнозируется чуть ниже климатической нормы по температуре. Таким образом, температура декабря может составить значение ниже минус 9 градусов. А так снега, например, много будет или нет? Ну, такого рода характеристики не даются, но, точнее, ожидаемое количество осадков дается лишь на ближайший месяц. И говоря про ближайший месяц, точнее, про октябрь, то количество осадков прогнозируется близким к климатической норме. Это около 50 миллиметров. Важно отметить, что уже к сегодняшнему дню в Казани выпало 40 миллиметров осадков. Еще хотелось бы уточнить про сельское хозяйство. В последние годы у нас разные климатические аномалии были, и переживания были у аграриев. А вот в этом году вы отметили, что близко к климатической норме, хотя вроде бы и было отклонение. Как вообще ситуация для них? Ну, для того, чтобы... для аграриев очень важен момент входа в зиму. Пока рано говорить о том, каков в этом году будет вход в зиму, так как мы можем говорить лишь о фоне температур. Однако, ну, есть все предпосылки ожидать, что каких-то таких катаклизмов в этом направлении не ожидается. Тем более, что лето довольно-таки хорошее получилось. Да, лето было достаточно контрастным. Так, например, если июнь был близким к климатической норме, июль превзошел климатическую норму по температуре. Август был чрезвычайно экстремально теплым. Его температура средняя составила плюс 23 градуса, при норме примерно 18,5 градусов. И важно отметить, что в августе не выпало ни одного миллиметра осадков. Однако за август сейчас отыгрываются сентябрь и октябрь. В сентябре выпало 75 миллиметров, при норме также около 50 миллиметров. И вот октябрь уже сейчас приближается к норме месячной. И таким образом есть все предпосылки, что он ее выполнит, а может быть даже перевыполнит. Большое вам спасибо за интересную беседу. Спасибо. Большое спасибо. Работа выполнена сотрудниками Института цитологии Российской академии наук. В исследовании также приняли участие специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ. Результаты работы опубликованы в одном из международных изданий. В чем уникальность этого открытия, расскажет Эльвира Замалетинова. На данном видео мы видим, как робот-машинка едет и с помощью всего лишь одной камеры распознает дорожные знаки. Распознание дорожных знаков – основная идея разработки 17-летнего ученика IT-лицея Даниила Савинова. Знаки, светофоры, другие машины. На дороге возникает множество факторов. Теперь водителей будет предупреждать о всех моментах голосовой помощник в приложении. Наш проект – это интеллектуальная система Sign Assist, которая с помощью распознавания и озвучивания дорожных знаков помогает водителям, как новичкам, так и опытным водителям в оперативном реагировании на дорожные знаки. Водителям, новичкам бывает трудно на дорогах сначала реагировать на различные факторы, например, на те же дорожные знаки, на пешеходов, на скорость, другие различные факторы на дорогах. И наше приложение могло бы быть им полезно именно в том плане, что оно бы им подсказывало о реагировании на дорожный знак. Может быть полезным приложение не только начинающим водителям, но и совсем опытным, например, дальнобойщикам. Я думаю, у многих автовладельцев есть такое устройство, как регистратор. И однозначно он помогает не только, так сказать, какими-то своими звуковыми сопровождениями, но и озвучивание того, что впереди находится камера, находится такой-то знак по ограничению скорости. Мы как раз-таки хотели расширить этот функционал, чтобы как раз-таки водители сразу же знали, что впереди через какое-то количество метров идет сужение дороги, что после этого поворота есть тупик, и не следует туда водителям ехать. И в частности, как раз-таки, приложение помогло бы и дальнобойщикам, чтобы и не уснуть во время управления транспортным средством, и озвучить определенные знаки. Слышать и принимать решения смогут водители, не отрываясь от дороги, в том числе параллельно с советами регистратора и другого устройства. Начал работу над проектом Данил еще год назад в лагере «Сириус лето». Интересовался темой компьютерного зрения, поэтому выбрал для реализации именно такой проект. А дальше началась работа в родном лицее. На данный момент наше приложение находится в стадии разработки, а реализована непосредственно сама система распознавания дорожных знаков. Планируется, что функционал приложения будет включать в себя непосредственно озвучивание распознанного дорожного знака и выведение рекомендаций по действиям. Например, если это знак максимальной скорости 60 км в час, то, соответственно, будет рекомендована снизить скорость до 60 км в час. Реализована система распознания дорожных знаков. Следующий шаг – создание мобильного приложения, а также подключение аудиомодуля для озвучки. Планируется также построить небольшой полигон, где машинка системы будет ездить по трассе и распознавать дорожные знаки. Скорее всего, будет реализовано на базе операционной системы Android, потому что во многих автотранспортных средствах уже установлены бортовые компьютеры именно с этой операционной системой. И как раз-таки вшитое такое приложение помогло бы всем автолодецам. Поступать Данил собирается в Московский физико-технический институт. Его цель – посвятить жизнь исследованию сильного искусственного интеллекта. Данил уверен – за этим будущее. Я считаю, что искусственный интеллект – это наше будущее, будущее всего человечества. И оно действительно может улучшить нашу жизнь в различных ее сферах, как в бытовой, так и в более масштабных. В IT-лицее КФУ функционирует свыше 30 кружков по разным направлениям. 10 из них – IT-направленности. Ученикам доступен самый широкий спектр – мобильные разработки, робототехника, веб-дизайн, машинное обучение. Проектная деятельность – один из учебных предметов лицея. Здесь каждый создает свой индивидуальный и групповой проект. Выступают на различных соревнованиях международного и всероссийского уровней. Главное, как говорит учитель по проектной деятельности лицея Вадим Гуськов, – это мотивация учеников. Чтобы эта тема была им интересной, не навязанной педагогам. Потому что отсюда не будет такой, так скажем, профит. А если эта тема будет их волновать, беспокоить, они будут двойне гореть этим проектом и постараются его реализовать на достаточно высоком уровне. Эпоха цифровизации и дети поколения Z. Гаджеты сегодня – неотъемлемая их часть. Но, возможно, именно этот фактор можно направить в благое русло. Сейчас ребята все погружены в свои гаджеты, в свои устройства. И самое главное – педагогам помочь направить именно на благое использование этих устройств. И подобные проекты как раз-таки помогают показать ребятам, что не обязательно играть в какую-то игру, а можно самому создать ее и создать, чтобы эта игра была во благо. Сейчас проект «Даниила» находится на стадии тестирования и разработки приложения. В ближайшем будущем оно будет доступно для всех желающих. Эльвина Минобудзинова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. Не только ученые КФУ занимаются исследованиями, но и лицеисты университета заняты новыми разработками. В одной из программ мы рассказывали об учениках лицея имени Лобачевского, которые помогли создать умную палату для тяжелобольных пациентов в Казанской клинике номер 7. Сегодня представим работу школьника, который придумал приложение для начинающих водителей. Ученик 11 класса IT-лицея Даниил Савинов разработал сервис для повышения безопасности дорожного движения. Проект призван помочь начинающим водителям освоить безопасное вождение. Для программы не нужно покупать дополнительное оборудование. Сервис работает при помощи камеры смартфона. Когда оно станет доступным для пользователей, узнала Эльвина Минобуддинова. Работа с микроскопом, исследование белков и их взаимодействие в лаборатории. Так ученые из разных мегаполисов смогли обнаружить перспективные белки-мишени. Айрат Каюмов – заведующий кафедрой генетики. Работа над исследованием белков вместе со своим коллегой из Санкт-Петербургского института цитологии он ведет с 2012 года. За это время они выяснили взаимодействие белка теплового шока с белком, отвечающим за разомножение фитопогенных бактерий ахлиплазмы. Это одни из немногих мегаплазм, которые могут жить свободно в почве или в воде. В основном они паразитируют назначимые для сельского хозяйства растениях, таких как рис и горох посевной. Изначально объектом наших исследований является так называемый малый белок теплового шока, который в клетке выполняет функцию выживания, вернее помогает клетке выживать в условиях повышенных температур. Основная часть работы проводилась в Санкт-Петербурге. Задача казанских ученых была в получении чистых белков и в характеристики их взаимодействия в лаборатории. Для этого они использовали прибор, который позволил исследовать взаимодействие различных биомолекул в режиме реального времени. Нашей задачей было получение чистых белков и характеристики их взаимодействия в лаборатории, то есть в условиях инвитров, пробирки. Для этого мы использовали достаточно редко встречающийся в России, по крайней мере, прибор. У нас он есть в университете, который использует метод поверхностного плазмонного резонанса и позволяет исследовать взаимодействие белков в режиме реального времени. Так ученые поняли, что при повышенной температуре белок теплового шока обеспечивает полимеризацию ФТЗ-инвитера. Тем самым появляется возможность деления клетки в неблагоприятных условиях. Это позволяет предложить белки из ахолеплазмы в качестве потенциальных точек приложения для новых средств защиты растений от фитоплазменных и микоплазменных инфекций. Если мы каким-то образом сможем нарушить связывание этих белков, то таким образом мы сможем подавить размножение этих клеток. То есть данные белки могут являться потенциальными мишенями для разработки каких-то антимикробных препаратов, которые бы подавляли размножение ахолеплазмы. Научные исследователи рассчитывают, что нарушение работы белка теплового шока приведет и к некорректной работе ФТЗ. Из-за этого бактерии могут погибнуть. Эльвира Замалядинова, Андрей Багаудинов, КФУ. Итоги недели. КФУ принял новых студентов. Кто они? Об этом во второй части программы. День первокурсника КФУ. Когда пройдет гала-концерт и кто на него попадет? Для внешнего оформления томов использовались ледериновые переплеты с золотым тиснением. Самая большая энциклопедия в мире. Какое издание стало настольной книгой советского человека? Более 4 тысяч иностранцев стали студентами КФУ в этом году. Они представляют 72 страны от Юго-Восточной Азии до Латинской Америки. В Казанском федеральном университете завершилась приемная кампания для иностранных абитуриентов. По количеству зачисленных студентов университет выходит на допандемийный уровень. Приемная кампания прошла успешно благодаря профориентационной работе институтов, участию в выставках. Это результат политики интернациализации КФУ, которая реализуется в рамках программы «Приоритет 2030». Традиционно КФУ популярен среди абитуриентов Туркменистана, Узбекистана, Китая. При этом существенный рост показали Иран, Турция, Египет. Самыми популярными у иностранных граждан стали направления лечебное дело, стоматология, экономика, международные отношения и филология, а также лингвистика. О том, какие еще события из жизни университета и республики произошли на этой неделе, смотрите в нашем дайджесте. Школа молодого куратора прошла в КФУ. Ее участниками стали 40 человек. Они прослушали лекции и смогли попрактиковаться в решении ситуационных кейсов. Целью школы стала помощь преподавателям организовать работу со студентами, рассказать, как устроена работа куратора. Первое, что должны сказать студенту, что это все будет происходить при наличии места. Первое, что делает студент, уже не в личном кабинете, а на листочке А4 пишет заявление и несет его в личную годовую комиссию. В КФУ открылся штаб по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Сбор продовольственных товаров, медикаментов и других необходимых вещей проводится в КСК КФУ «Уникс». Штаб функционирует на базе добровольческого центра КФУ «Планета добрых людей». В рамках всероссийской акции «Мы вместе» и Республиканского движения взаимопомощи «Ярдам Янаше. Помощь рядом». Студенты и сотрудники КФУ всегда показывают стремление помочь нуждающимся. И сейчас мы также не смогли остаться в стороне. Здесь будет как адресная помощь оказываться по запросу, так и будет происходить сбор гуманитарной помощи. Вся информация у нас выставлена на сайте нашего университета, где можно ознакомиться с списком необходимой продукции, которую можно приносить. Штаб у нас работает в Униксе. В преддверии Международного дня Белой Трости, симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета посетили школьники с ограниченными возможностями здоровья. Детям рассказали, как устроен симуляционный центр, ознакомили их с различными симуляторами, манекенами и продемонстрировали, как делается сердечно-легочная реанимация. Данная середина школы, у нас же второй раз, первый раз они сами изъявили желание в мае, мы им приготовили, было, конечно, для нас очень волнительно, но мы готовились. Второй раз уже нам полегче, так как мы знаем уже, с каким контингентом детей работаем. В университете на этой неделе завершилась основная программа фестиваля «День первокурсника». Институту представили свои концертные программы. Это вокальные и танцевальные номера, оригинальные постановки. Лучшие из них попадут на гала-концерт, который состоится 27 октября. 50 студентов Казанского федерального университета поработали этим летом в качестве проводников. Одна из них Анастасия Балинова, комиссар студенческого отряда проводников «Магеллан», студентка 4-го курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Расскажите о работе вашего отряда в этом году. Какие направления вы обслуживали? Этим летом студенческий отряд проводников «Магеллан» работал в вагонном участке города Казань Горьковского филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Мы работали на направлениях до Адлера, Анапы, Москвы, Ижевска и Нового Уренгоя. А в чем заключается работа проводников? Каков график работы? Основная работа проводника – это посадка и высадка пассажиров, а также обеспечение безопасной и приятной поездки на всем пути следования. Если говорить о графике работы, то все зависит от того, сколько у тебя напарников. Самый идеальный вариант – это два проводника на один вагон. Тогда вы просто договариваетесь со своим коллегой, как вам комфортнее и удобно работать. Я чаще всего работала 8 на 8. Ты 8 часов работаешь и 8 часов отдыхаешь. А кто входит в ваш отряд? По каким критериям шел от Барвнева? В отряд входят студенты разных институтов Казанского федерального университета. Основными критериями стали стрессоустойчивость, ответственность, ну и, конечно, желание работать проводником. Чтобы знать азы работы проводников, наверняка пришлось пройти некое обучение. Да, конечно. Профессия требует специальных навыков и умений, поэтому еще весной бойцы и кандидаты студенческого отряда проводников «Магеллан» прошли обучение. Ребята прослушали курс лекций, после на практике познакомились с всевозможными видами вагонов и совершили свой первый стажировочный рейс под руководством доставников, наверное. Да. А как шла подготовка к рабочему сезону? Вот, например, там, вас катали на поездах или как это было? Ну, помимо обучения, которое проходило у ребят, также они участвовали в различных мероприятиях спортивных, интеллектуальных, культурных. Для нас было важно, чтобы ребята познакомились друг с другом, сплотились, нашли настоящих друзей и верных напарников. А сколько месяцев, ну или дней вы работали? Вообще мы работали с 1 июня по 30 сентября. У проводников особая система подсчета рабочих часов, она определяется по графикам. Поэтому для успешной защиты целины нам было важно откатать 450 часов. Ребята в среднем откатали около 500 часов, но есть и рекордсмены, кто отработал 650. Они все лето не выходили из вагона 650 часов? Нет, все отдыхали. А какова средняя зарплата у студентов-проводников? Средняя зарплата 70-80 тысяч, но это прямо минимальный порог, который обязательно зарабатывает любой проводник. В этом году ребята студенческого отряда проводников «Магеллан» заработали больше. Все, кто путешествовал в поездах, видят лишь часть работы проводников. А что остается, так скажем, за кадром? Зачастую наша работа начинается не с посадки пассажиров, а с приема вагона и пересчета инвентаря. Если поезд отправляется ранним утром, то мы можем остаться ночевать в вагоне, чтобы подготовить его к отправлению. А как вы сами попали в отряд? Чем нравится эта работа? Вообще я вступила в отряд еще на первом курсе. Я увидела агитационный пост в социальной сети и решила, что будет здорово поработать этим летом и посмотреть на Россию. Если говорить о том, чем мне нравится эта работа, то можно, конечно, сказать о романтике железных дорог, о зарплате или об интересных людях, которые встречаются на пути следований. Но для меня самое важное – это то, что ты работаешь с отрядом. То есть рядом с тобой всегда есть забота, поддержка, внимание. Я считаю, что это самое главное в этой работе. А вот была ли у вас возможность отдохнуть на конечных станциях или, например, после того, как вы уже сделали рейс, сошел последний пассажир? В разных городах поезд стоит разное количество времени. То есть иногда ты успеваешь только убрать вагон, чуть-чуть передохнуть, и тебе уже нужно ехать обратно. А бывали и рейсы, когда можно было прогуляться по городу, закупиться продуктами и даже поспать. А кто курировал работу студентов-проводников? Работали в паре с опытными сотрудниками-коллегами? В штабе студенческих отрядов Казанского федерального университета есть мастер направления проводников. Он по совместительству командир моего отряда «Магеллан» Даниил Мизюлин. Все вопросы в основном решались через него, а он уже связывался с ответственными лицами в РЖД. Отвечая на вопрос про опытных коллег, конечно, с ними работали. И если у нас возникали какие-то спорные моменты, мы обращались к ним, а они были рады нам помочь и поддержать нас. Ну вот, кстати, про спорные моменты. Обучают ли вас, обучали ли вас общению с недовольными пассажирами? Есть ли какие-то приемы, чтобы успокоить шумных клиентов? Стоит отметить, что встретить недовольного пассажира – это очень редкие ситуации. В основном все пассажиры настроены положительно, все тебя хвалят, все радуются, что именно ты везешь их. Если кто-то недоволен, то обычно недовольны оснащением вагона. Ну, а это от проводника не зависит. Поэтому мы просто приглашали начальника поезда, и ситуация разрешалась. Не могу не спросить про безопасность на транспорте. Как она обеспечивалась? Как проходят инструктажи проводники? На что они должны обращать внимание? Инструктаж обязательно проводится перед каждым рейсом. Нам напоминают о правилах безопасности и о действиях в чрезвычайных ситуациях каких-либо. Но также при обучении у нас был блок по технике безопасности, и мы сдавали по-имнему экзамен. А было ли время у ребят для такого сплочения? Возможно, какие-то мероприятия совместные? Зачастую у проводников, у студенческих отрядов проводников не хватает времени на совместное времяпрепровождение, именно потому что график рейсов разнится. Мне, как комиссару, удавалось проводить различные мероприятия для поддержания духа у ребят. Таким образом, у нас прошел конкурс «Лучшее целинное блюдо», была проведена игра «Тайный друг» и празднование целинного Нового года и целинной свадьбы. Интересно, даже свадьбу успели сыграть этим летом. А вот были ли ребята из других вузов или, например, из других регионов, может быть? Да, конечно. Вместе с нами работали ребята из других отрядов студентов-проводников. Например, из Казанского государственного архитектурно-строительного университета, из Казанского государственного медицинского университета, из Казанского национального исследовательского технического университета КАИ, а также ребята из Кировской и Нижегородской области. Ну и в завершение, а вы сами кем планируете стать? Какие умения, полученные в работе проводником, могут пригодиться в будущем? Я еще не до конца определилась со своей будущей профессией, но считаю, что работа проводником дала мне колоссальный опыт и много навыков, таких как стрессоустойчивость, умение выходить из ситуации, ну и коммуникабельность, конечно. Я считаю, что эти навыки пригодятся в любом направлении деятельности. Большое спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам. В эпоху настоящей революции попали ныне живущие люди. Такой не было у предыдущих поколений. Речь об информационном мире. Масштаб этой информационной революции осознать пока никто не может. В этом уверен генеральный директор международного телеканала RT Алексей Николов. Объясняя свою позицию, он подчеркнул, что сеть 2.0 – это не тот интернет, который был изобретен изначально. Новым свойством стало то, что туда зашита семантическая паутина. Среди новых возможностей – создание соцсетей, мессенджеров, файлообменников. И это дает новую схему обмена информации между людьми. По мнению Николова, это настолько революционно, что по беспрецедентности сравнимо с изобретением письменности. Об этом глава телеканала рассказал студентам КФУ на лекции «Иллюзия выбора. Мир информации в эпоху сети 2.0». А какова картина мира была на этой неделе, мы узнаем из авторской рубрики моего соведущего Леонида Толчинского. И снова с вами «Смотрите сами». Из бесконечного потока все новых и новых дискуссий, разворачивающихся на просторах всемирной сети, одна лично у меня вызвала особый интерес и некоторое недоумение. Сейчас в этой связи выскажу непопулярные мысли, рискуя остаться в меньшинстве. И все же. Речь идет о теме, которую в первую неделю октября подняли ряд руководителей территории страны и касается на того, как мы встретим Новый год. Неожиданность дискуссий связана с тем, что до, собственно, праздников еще без малого три месяца, с учетом сверхдинамично меняющейся ситуации, за это время столь много чего изменится. И поднимать сейчас тему Нового года кажется совсем неуместным и преждевременным. Однако решили сыграть на популизме, увязав это еще и с проблемами частичной мобилизации. Ряд руководителей стали громогласно заявлять, что никакого Нового года не будет, а все, что можно, будет направлено на латание дыр, всплывших в процессе этой самой частичной мобилизации. Сам по себе порыв хороший и благородный, эмоционально безупречный. И все же терзают смутные сомнения. Во-первых, смущает отсыл к проблемам сбора в армию. Все-таки это задача соответствующих бюджетов и соответствующих ведомств, а никак не то, что должно быть вырвано из смет по благоустройству городов и весей. Во-вторых, не очень понятно, почему под популизскую атаку попал самый семейный и самый объединяющий всех и в целом и каждую семью в частности праздник. Разумно говорить, что устраивать загулы в трудное время неправильно. Но правильно ли в обществе, где и без того царит напряжение, где надежда является чуть не единственным мотивом, позволяющим выдерживать это самое перенапряжение, демонстративно лишать людей праздника этой самой надежды? А ведь Новый год – это как раз праздник веры и надежды на лучшее в наступающие 365 дней. Верен ли отсыл к неприличию новогодних утренников для детей и иллюминации в период, когда проходит специальная военная операция? Вот всего несколько исторических фактов. В самое голодное время, в первые дни января 42-го года, в блокадном Ленинграде устроили новогодние праздники для детей. Около 50 тысяч ребят пришли на утренники и получили подарки. Елки на праздники были из прифронтового леса. Детям вручили стеклянные баночки, в которых лежали кусок хлеба и кружок конской колбасы, а на десерт они получили желе. В тылу на Новый год наряжали елки, мастерили игрушки из перегоревших лампочек и завернутых в фольгу грецких орехов. Деда Мороза представляли в виде богатыря с автоматом. И если была малейшая возможность, то елки или любые близорастущие деревья украшались и в боевых частях. В парсизанских лагерях в землянке ставили елку, которую украшали звездой, сделанной из консервной банки, ватными снежками и гильзами. Сказочный персонаж в белом масхалате дарил детям пряники и блины из перемешанной с крапивой ржаной муки. В первом освобожденном к январю 1944 года областном центре Белоруссии Гомеле к Новому году были организованы детские утренники во всех сохранившихся во время оккупации школах. Встреча Нового 1945 года стала для всех елкой победы. Главные торжества были в Москве с 26 декабря 1944 по 20 января 1945 года. Повсеместно организовывались праздники для отличников и детей фронтовиков. Многие ребята устраивали концерты в госпиталях, поздравляли раненых. Не думаю, что сейчас ситуация хуже, и пришло время к откровенно паникерскому движению по отмене новогодних праздников. Корпоративы и шумные фестивали, наверное, совсем не к месту. Но тотальная отмена праздника, иллюминаций, ярмарок, где, к слову, еще и малые средние бизнесы могут хоть что-то из своей продукции дополнительно реализовать для подарков, не очень понятны. Скорее наоборот, нужны свежие, креативные, как сейчас модно говорить, решения по празднованию Нового года, чтобы и те, кто на линии боя, и те, кто в тылу чувствовали единение, понимание целей, ради которых идут на риски и жертвы, укреплялись уверенностью в верности принятых в стране решений. Ну и чисто, наверное, политический аспект вопроса. Странно было бы, что страна, обладающая всеми видами энергоресурсов, живущая в тепле, обеспечившая себе продовольственную безопасность, не согнувшаяся при этом под гнетом санкций, вдруг взяла и погрузилась во тьму в новогодние праздники. Я бы еще и тур объявил для всех желающих из-за рубежа посетить новогоднюю Россию, полную света, тепла, горячей баньки, разносолов и прочего. Страну, где детишки не ущемлены в семьях и в своих населенных пунктах в возможности встретить Новый год, а население в целом в доступных и приемлемых формах выражает в эти новогодние дни свою поддержку нашим бойцам. Напомню, что моя позиция сейчас совсем не популярна. И пока большинство почему-то дрейфует в сторону демонстративного отречения от новогодних праздников, полагая, что это укрепит стабильность, понимание, вызовет душевный подъем, уверенность в завтрашнем дне и сделает богаче нашу армию. Будем наблюдать за развитием темы. А пока все вам доброго. Интернетом советского периода можно назвать Большую советскую энциклопедию. Это одна из самых больших энциклопедий, изданных в мире. Справочное издание было настоящим путеводителем по всем областям знаний человека. Тут можно было найти информацию по всем отраслям. Конечно, не обошлось и без некоторой политизации статей. Но именно Большая советская энциклопедия давала ответы на все вопросы от науки до искусства. Да и сейчас справочник представляет интерес для каждого культурного человека. Она несет в себе не только уникальную информацию, но имеет и историческую ценность. И главное, демонстрирует взгляды того времени. Энциклопедия выдержала три издания. Какое из них хранится в отделе редких книг научной библиотеки имени Лобачевского расскажет о Мирахтямов. Большая советская энциклопедия, сокращенно БСЭ, это наиболее известная полная советская универсальная энциклопедия. Энциклопедия выпускалась с 1926 по 1990 год под издательством Большая советская энциклопедия, сейчас же как Большая российская энциклопедия. Энциклопедия выдержала три издания. Первое издание с 1926 по 1947 насчитывало 65 томов и дополнительный том СССР без номера. Второе издание около 49 томов. Третье же насчитывало 30 томов. Том 24 издан в двух книгах. Вторая дополнительная книга СССР. И дополнительный том алфавитный именной указатель без номера. Мы в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета. И у нас в руках 63 том Большой советской энциклопедии. Данный экземпляр выпускался в 1933 году. Главным редактором издания на тот момент являлся академик Отто Юлевич Шмидт. Также хочется отметить, что редакция данной энциклопедии размещалась в Москве. В 1923 году в госиздате возникла идея издания Большой советской энциклопедии по инициативе академика Отто Юлевича Шмидта, занимавшего должность председателя редколлегии. В группу по изданию БСЭ также вошли историк-марксист Покровский, критик и публицист Мещеряков, поэт Брюсов, профессор Каган и многие другие. В общей сложности первое издание энциклопедии содержит 65 тысяч статей, 12 тысяч иллюстраций и свыше тысячи карт. Общий объем издания составил 4-3 тысячи авторских листов текста. Средний размер статьи составил 2-7 тысячи знаков. Каждый том содержит в среднем 8-10 цветных географических карт и до 20 иллюстраций, частично цветных, на отдельных листах. Кроме вкладных листов, широко применяются рисунки и карты в тексте. Большая часть иллюстраций была исполнена известными советскими художниками. Для внешнего оформления томов использовались лидериновые переплеты с золотым тиснением и полукожаные корешки. Начало Большой советской энциклопедии было положено в 1925 году постановлением ЦК ВКПБ, в соответствии с которым было создано смешанное акционерное общество «Государственное научное издание Советской энциклопедии». Прикоммунистической академии, которому и было поручено издание энциклопедии. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ. Итоги недели. Словарь – это вселенная, уложенная в алфавитном порядке. Это высказывание принадлежит французскому писателю Анатолию Францу. Пусть и в вашей вселенной найдется место для чтения не только новостей, но и художественной или научно-популярной литературы. Встретимся через неделю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok